Всем доброго времени суток, это Школа Успеха, и я преподаватель Полянский Алексей. На сегодняшнем уроке речь пойдет о такой программе, как Microsoft Excel, о структуре содержания документа, то есть из каких блоков содержится документ, состоит документ. То есть в зеленом отмечена строка заголовка, она состоит в левой части из значка, что это тип файла Excel. Здесь мы можем его сохранить, сделать одно действие назад, сделать одно действие вперед, выпадающее меню. Далее мы видим название документа и программу, непосредственно в которой он открыт. В правой части строки заголовка мы видим справку, настройку, ленты, ленты инструментов. Можем свернуть, развернуть и закрыть наш документ Excel. Далее, ленты инструментов содержат все вкладки и блоки, информации, с помощью которых мы можем скопировать, вставить текст и вырезать, с помощью блока буфера обмена. С помощью блока шрифтов мы можем производить работы над шрифтов, то есть форматировать их различным образом, применять цвета и размеры менять. Далее выравнивание, более обширное, чем в программе Word. И более подробно уже остановимся непосредственно на самих занятиях. Формат ячеек, стили, применяемые к ячейкам и вставка ячеек, строк в таблицу. Ну и соответственно редактировать, найти и заменить элемент текста в блоке данных. Далее, строка формул в левой части содержит инструмент ввод и удалить ввод и выпадающее меню функций, то есть вставить функцию из предлагаемой компании Microsoft. В правой части строки формул мы видим значок, который нам позволяет расширить строку формул, если это необходимо. То есть если у нас сложная формула или объем данных превышает длину одной строки формул, то мы открываем строку для наибольшего отображения информации. В левой части строки формул мы видим такое окно, в котором отображается текущее положение курсора. То есть в данном случае курсор находится в ячейке F6. Далее, рассмотрим такие понятия, как столбец, это количество ячеек, расположенных по вертикали. Он пронумерован цифрами буквами английского алфавита, то есть A, B, C, D и так далее. И строка, она пронумерована цифрами, то есть это набор ячеек, расположенных по горизонтали. То есть на пересечении строки и столбца у нас образуется ячейка. То есть, допустим, ячейка F6 находится в столбце F, строка 6. Ячейка B3 находится в столбце B, строка 3. Далее. И строка состояния. Что в ней содержится? То есть прокрутка, да, если у нас в книге большое количество листов, превышающие расстояние между блоками. Непосредственно сами листы документа. Здесь мы можем добавить лист. Далее. Строка вынесена сюда для наилучшего отображения. Здесь вид, в котором представлен документ, масштаб документа. Горизонтальная прокрутка. То есть это прокрутка документа по горизонтали. И, соответственно, вертикальная прокрутка. Все вместе у нас это документ Microsoft Excel. То есть на протяжении всей эволюции программы структура документа осталась неизменной. Все. Я с вами был Полянский Алексей из Школы Успеха. Записывайся на наш курс. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова